Моя любовь Добрый вечер, дорогие ахинцы! Приветствуем всех, кто собрался сейчас у экрана своих телевизоров и проведет это время вместе с нами. Всем добрый вечер! В эфире программа «Охапка». В нашу студию мы ждем гостей, обсудим разные темы. Одна из важных тем последних нескольких месяцев. Проблема с записью на прием к врачам. Зачастую попасть к доктору можно не в день заболевания, а спустя несколько дней. Эта больная тема поднималась на встрече с ВРИО губернатора Валерием Лемаренко. Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе, заведующая городской поликлиникой Ольга Владимировна Понятайкина. Ольга Владимировна, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, на сегодняшний день, насколько вот эта проблема записи к врачам, к специалистам, насколько она продолжает оставаться актуальной и как часто ахинцы обращаются за помощью, за содействие? Ну, я должна сказать, что да, это достаточно актуальная проблема на сегодняшний день. Ахинцы обращаются ежедневно с этой проблемой, звонят на горячую линию, заходят в кабинет главному врачу, ко мне заходят в кабинет. Проблема есть. Но, вот если можно, я хочу пояснить по поводу, как у нас должна осуществляться запись. Значит, врачи у нас принимают по записи. Ну, это так положено, это так принято, не только в нашей Ахинской ЦРБ, это во всех лечебных учреждениях. Врачи принимают по записи. Значит, запись у нас есть предварительная. Это за две недели, ну, интервал две недели, когда человек предварительно может записаться, выбрать себе удобный день, удобное время. Ну, это так задумано. Человек это может сделать у вас непосредственно в Центральной Рейной Поднице, либо пользоваться услугами сервиса, ну, госуслуги, да, на госуслугах записаться? Это запись, предварительная запись предоставляется только в госуслугах. Только в госуслугах? Только в госуслугах. В поликлинике мы можем записаться только день в день. Талоны у нас, поэтому у каждого врача талоны, которые предназначены на прием, делятся на талоны. Расписанные заранее? Да, на талоны первичные, которые отдаются в регистратуру. Выделяются талоны, которые выкладываются на госуслуги. И талоны, которые врач выдает на приеме для повторных больных. Если человек на больничном листе, ему назначается повторная явка, врач должен в кабинете ему выдать талон, чтобы он уже в регистратуру не обращался. А если острое заболевание и ты вызываешь врача на дом, бывает такой температуры, ты не можешь идти, доктор тебе даст дома талон на прием к нему? Да, если врач назначает повторную явку, врач должен определить время, день, когда пациент должен подойти. Вот о хинце часто можно слышать такую претензию, и что нам теперь, вот помереть что ли, вот у меня там сердце или там что-нибудь почки, все отваливается, отказывается, а к врачу я не попаду, мне прям хоть ложись, помирай. Правильно ли я понимаю, что если случается какая-то экстренная ситуация, на это есть другой путь получения медицинской услуги, правильно? Правильно, у нас есть кабинет неотложной помощи, где по неотложным состояниям должны оказать помощь, там работает у нас фельдшер. Если есть такая необходимость, значит он перенаправляет в кабинет к врачу, но это уже будет вне записи человек идет, то есть нужно понимать, что если врач оказывает прием по неотложной помощи, значит остальные пациенты должны ждать, то есть очередь сдвигается, время приема сдвигается. Это уже идут пациенты, ну как бы сверхэкстренные. То есть то, когда ахинцы говорят о том, что вот все, если в ЦРБ не попасть, не записаться и прям ложись, помирай, это не совсем, мягко говоря, неправильно, потому что если с тобой что-то случается, ты либо скорую вызываешь, либо ты приезжаешь в приемный покой, ну разные обстоятельства есть, то тебе помощь, необходимую медицинскую там услугу, тебе она будет оказана, потому что ситуация какая-то экстренная и требует срочного вмешательства. Конечно, но если экстренная ситуация, во-первых, существует вызов на дом врача, вызов на дом. Если человек обращается в поликлинику и возникает неотложная ситуация, конечно, там ведет прием или фельдшер, или дежурный врач, перенаправляет к врачу. А такая ситуация, ты вызвал скорую, скорая приехала и сказала, завтра идите к врачу. Как? Идти в регистратуру, записываться день в день? Да. День в день. То есть, либо такая ситуация, когда ты заболел, ну допустим, там простуда, грипп ОРВИ. Тебя скорая спросит, ты вот готов на госпитализацию? Если ты готов, если такая ситуация у тебя серьезная, ты госпитализируешься, от тебя смотрят. А если ты пишешь отказ от госпитализации, ты принимаешь на себя ответственность, что ты, ну скажем, со своим здоровьем разберешься там чуть позже, поэтому ты сам выбираешь на себя? Нет, это другая ситуация, другая ситуация, но в скорую-то я себя... Я еще раз хочу сказать, что по неотложной помощи, помощь оказывается день в день, никто без помощи уходить из поликлиники не должен. Ну это если острые боли, там какие-то температура 40. У меня отложное состояние, да. Что? Состояние, сознание теряет, плывет все, сердце. Ну зачем же сознание терять? Высокая температура, головная боль, высокое давление, которые... Пациенты, которые в плановом порядке идут, ну поводов же посещения врача их много, вот, они должны записаться. Ну запись, ну да, у нас были раньше терминалы стояли, информаты так называемые, когда пациент приходил, талоны он видел, все было на экране. Мы приложили определенные усилия, людей приучили к этим терминалам, им это понравилось, в принципе, но теперь переходим на госуслуги. Это не наше как бы решение, да. Скажите, вот после вот этого, это мы, по-моему, в прошлом году у нас все это началось, мы начали информаты убирать, людей только через госуслуги запись. Насколько на сегодняшний день пациентов, наверное, речь идет о пациентах пожилого возраста, насколько нам удалось их все-таки уже научить пользоваться вот этим сервисом? И либо до сих пор вот эти проблемы, они актуальные, острые, очередь людей, которые не могут попасть к врачам. Пациентов меньше стало, так как они не могут попасть через госуслуги. Пациентов, ну мы, конечно, им стараемся все объяснить, стараемся, ну, время идет вперед. Внедряются, да, такие вот записи, которые госуслуги, это, в принципе, хорошо, это должно быть удобно, потому что... А помимо доктора можно все себе сделать, паспорт, права водительские записаться, со скидкой их там оплатить, штраф, ну, целый огромный сектор всего. Да, в том числе и запись к врачу. К врачу. К врачу, да. Ну, проблема у нас сейчас, первая проблема, это то, что пожилое население, ну, не хотят они, с трудом они воспринимают все новое. Ну, они даже вот с телефоном ходят, с такими большими тремя кнопками, без интернета, без ничего, но как он запишется? Ну, пожилые граждане у нас тоже успешно осваивают эти функции, да. Да, те, кто не может, у нас стоит вот в поликлинике тоже терминал стоит, который, ну, выведен на эти госуслуги. Все понятно. То есть мы можем помочь записаться, помочь, но для этого человек должен же зарегистрироваться там, он должен получить, ну, пароль, завести свой личный кабинет, да, и только тогда наши администраторы могут выйти и записаться. Наверное, надо дать такой совет, нужно сходить в МФЦ, получить пароль, обвоз услуг, да? Так мы это же и делаем, вы же это и делаем. Отправляют их туда, понятно. Как много вот каждый день приходят, ну, или приходят, я не знаю, там, приходят люди, которые поставили, посмотрели, пароля нет, развернулись, ушли. Вот таких знаю, вот, честно. Есть такие, да, которые обижаются на нас. Главное, чтобы они потом все-таки вернулись к вам. Сейчас у нас где-то с месяц, нет, недели три введена там система 1.300. Вот Валерий Игоревич Лимаренко, исполняющий обязательства губернатора Виолы, как раз проехал по районам, понял, что возникают у людей проблемы в связи с этой цифровизацией, с переходом на новую систему, люди не могут попасть на прием. Система 1.300, куда позвонив люди, могут описать ту или иную проблему, и она должна найти свое решение. Плохие такие звонки раздаются, и какой механизм дальше решения? 1.300 звонишь, куда попадаешь? Это колл-центр в Южесхаре, как Южесхаре. Колл-центр, который связывает, ну, непосредственно со мной их и связывает, у этих пациентов. Вот, я еще хочу пояснить, у каждого врача есть определенный режим работы, рабочий день тоже определенный, 7 часов, 6 у узких специалистов, да, 6-36 часов рабочий день. На каждого пациента, ну, рекомендовано определенное количество минут выделяется, да, допустим, у терапевта на пациента выделяется 15 минут. Исходя из этого, определяется количество талонов за день. Вот у него 5-часовой прием, 15 минут на человека, это значит, 20 талонов на прием врачу, он должен принять 20 человек. Вот из этих 20 человек мы часть талонов выкладываем на госуслуги, часть талонов мы отдаем в регистратуру, часть талонов остается у врача на повторные пациенты. Это все. Если звонят, если человек не может записаться, он не может записаться, почему? Потому что кто-то записался раньше, и талоны просто, их просто нет. Когда звонят, помогите, ну, конечно, мы пытаемся объяснить про алгоритм записи на прием, как можно записаться, как нужно записаться. У нас регистраторы даже помогают пациентам в телефоне открыть вот эту вкладку, чтобы они объясняют, как туда выйти. В общем-то, все относятся к этому с пониманием. Конечно, да. Иногда мне приходится идти просто к врачу и говорить, ну, пожалуйста, доктор, примите вот этого пациента. Ну, надо понимать тогда, что этого пациента врач принимает. За счет того, который там будет ждать или начнется очередь, начнутся возмущения от других граждан, да? Ну, да, врачу приходится задерживать свое рабочее время, продляется, да, кто-то очередь сдвигается. Одним словом, у нас, наше государство, во-первых, цифровизируя в систему доступа к медицинским услугам, создало вот эту систему, да, госуслуги, записи и так далее. Это одна составляющая. Потом у нас создается система 1-300, которая с этой системой благополучно борется, да? То есть у нас государство само собой борется. Создало систему, которая, ну, части пациентов, части пациентов создает какие-то там трудности, да? Они обращаются на 1-300, звонят, и вот эта система борется с этой каким-то образом. Все сходится к вам, и у вас, наверное, вот так вот голова наперекосяк, как со всем этим, собственно говоря, справиться, да? Есть определенные стандарты, есть определенные требования. Есть требования, есть стандарты, мы понимаем, что есть определенные трудности. Это на каждом этапе они возникают. Вот на любом этапе. Когда вводится, вводились электронная запись, когда вводится, когда мы отказались, да, вот от очередей, когда живая очередь, стали вводить талоны по записи. Тоже это, ну, не принимается это сразу людьми. Нужен какой-то период, когда люди начинают к этому привыкать, когда они понимают, что это такое. Но с госуслугами у нас какая проблема? Там проблема-то техническая, потому что этот портал, он... Бывает плохо работает, или сбои какие-то, да. Поэтому там есть телефоны технической поддержки, наверное, может быть, в каких-то случаях надо туда обращаться. Почему телефон, почему виснет, и люди не могут выйти. Но талоны есть, я сегодня проверяла. Даже вот не с самого утра подходила в регистратуру, попросила, мне открыли госуслуги. Талоны были, специалисты. Одним словом, можно надеяться на то, что вот нынешняя несколько сложная ситуация для определенной категории граждан, это временно, это болезнь роста, что отладка этой системы, она происходит. Система бережливая паеклиника, она некоторым образом реализуется, еще, может быть, не полностью она, скажем так, вот заработала. И со временем, конечно, доступ к медицинским услугам, он будет более понятен, более удобен и комфортен для всех. И для, равно как для врачей, для их работы, так и для пациентов. Но не пациентам, да и, конечно, здоровым гражданам, да и вообще просто ко всем. А вот я хотелось бы подытожить, значит, есть три варианта, когда вы можете попасть на прием к врачу, когда, допустим, у вас какое-то неотложное состояние, вы сами с температурой или с давлением высоким приходите в поликлинику, обращаемся в кабинет неотложной помощи. Это где? Это где он находится? Кабинет неотложной помощи находится возле регистратуры. Возле регистратуры. Обращаемся туда, нам оказывают неотложную помощь, либо говорят, ну, записывайтесь, идите. Там что-то сделали, укол какой-то, говорят, ну, идите, записывайтесь. Вы сможете в этот же день попасть, допустим, к терапевту или к невропатологу или там еще к кому-то? Ну, там все по обстоятельствам, конечно. Если помощь человеку оказана, если у него дома есть, ну, назначено врачом лечение, если есть все препараты, то есть на сегодня там, ну, купировали давление, сняли давление, все, человек может идти домой и... Ну, если температура, ну, надо... А прием, давайте, вы там подойдете, ну, в другой день. Нет, ну, а допустим, надо сегодня. Потому что если температура, ему нужны антибиотики и так далее. А на сегодня, значит, фельдшер переправляет пациента в кабинет врача? Сам. Ну, вот, вот это хотелось бы узнать. Стоит ли идти в поликлинику, когда у тебя, ну, температура, ты заболела? Когда температура, нужно вызвать врача. Ну, понятно, да. Когда вы себя плохо чувствуете, в поликлинику идти стоит. И обязательно нужно идти к врачу. Спасибо. Ну, что ж, Ольга Владимировна, большое спасибо, что пришли сегодня ответить на наши вопросы. Мы на некоторое время, задавая свои вопросы, оторвали вас от тех вопросов, от звонков, которые раздаются от пациентов. Сейчас здесь, после нашей с вами записи, у вас, наверное, на телефоне ряд звонков пропущенных, на которые вам придется отвечать. Большое спасибо, терпение вам, вашим коллегам в вашей работе. Понятное дело, что, несмотря на все вот эти эмоции, которые испытывают пациенты, ну, которые испытывают трудности, не могут попасть к врачам, мы все сами должны прекрасно понимать, что никто там не сидит, чаи не распивает, люди работают по многу, по многу часов и задерживаются на работе, только для того, чтобы оказать весь перечень тех медицинских услуг, которых нуждается Ахинция. Я уж не говорю, это, конечно, не вопрос, вот в сегодняшней записи, что у нас кадров не хватает, у нас не хватает узких специалистов, да, то есть целый комплекс есть пласт проблем, которые еще пока не решены и нуждаются в решении, ну, для того, чтобы вот эта ситуация с доступом к медицинским услугам, она улучшалась. Спасибо вам. Ну что ж, большое спасибо, ну, а мы продолжаем программу Охапка. Приближается большой праздник. 9 мая страна вместе со всем прогрессивным человечеством отметит День Победы в Великой Отечественной войне. Дальше в нашей программе интересный мастер-класс. В преддверии Дня Победы мы научим вас, как своими руками креативно оформить георгиевскую ленточку. День Победы в Великой Отечественной войне. День Победы в Великой Отечественной войне. День Победы в Великой Отечественной войне. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И для Сахалинской области в частности. Когда мы стали думать, какую же тему будем представлять мы в своем проекте, мы, собственно, обратились к проблемам Ахинского района, что волнует именно нас. И поэтому, наверное, у нас дошкольники показывали проект «Умная ферма». Мы говорили о том, что действительно в Ахинском районе не хватает свежих овощей, фруктов, мяса и так далее. И мы представили проект, где роботы решают задачи, которые не может сделать человек. Как говорил один из наших воспитанников, роботы точнее, сильнее, значит, продукция на выходе будет дешевле и качественнее. То есть человеку нужно только управлять этим. Ну, хотелось бы посмотреть, вот как это картинку дадите. Мы обязательно, наверное, будем приглашать в гости, покажем проект фермы. Дело в том, что у нас помимо роботов, выполняющих разные задачи, там и функции полива были, и ветряк, который давал… Небось, солнечные батареи. Вот, который преобразовывал энергию ветра в электричество. И, собственно, так наша ферма существовала. А почему ветра, а не солнечные? Откуда? Я знаю, что… А потому что ветра много у нас. Наверное, хороший план. Вот, и фермы, там очень много антуража было, и животные, и даже у нас была настоящая рассада в теплице. А вот размеры… Да, примерно вот как стол, да. Это как типа макета что-то. Да, 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 типа макета, да. То есть помимо роботов, также была наполняемость, что должно быть на настоящей ферме. Вот. Ну, а второй проект – мусороожигательный завод. Вот мы часть его принесли тоже, это проекты нельзя назвать, только лишь модели, да. Вот, и, собственно, это тоже проблема актуальная, но уже не только лишь для района, это такая всероссийского масштаба проблема. Вообще, идея-то нашего преподавателя Александра Игоревича, он нашел реально действующий завод в Вене, да, кажется? Да, в Вене. Ну, расскажите сами. Да, интересно, как эта идея-то возникла? Ну, когда у нас встал вопрос, с каким проектом, собственно, ехать, ну, мы изучали темы, которые предложил организатор. Там было освоение мирового океана, агропромышленный комплекс и были альтернативные источники энергии. Вот. И совсем недавно, там, на днях я читал статью про очень современный мусороожигательный завод в Вене. И мне поразилось, что он может не только уничтожать мусор и не вредить окружающим, но и давать энергию, то есть электричество и тепло. Поэтому я подумал, что это вполне такой альтернативный источник энергии за счет мусора. То есть две задачи решаем. Утилизируем мусор, да, и вырабатываем энергию, да? За счет этого мусора. Электричество и тепло. Поэтому это очень нам подошло по теме, которую предложил организатор. Мы стали думать вообще, как это изобразить. Посмотрели там видео, как работает настоящий мусороожигательный завод. И так в миниатюре попытались изобразить, что вот самосвал привозит мусор, его сваливают в мусоросборник, оттуда забирают механизмом, вот как рычаг у нас, и кладут у нас вот на пресс, где он уменьшается в размерах. Потом его можно сжигать. У нас все модели рабочие. А в какой степени юные воспитанники вашей студии участвовали в самореализации проекта? Понятно, идея пришла вам, преподавателю, а здесь самоучастие детей какое было? Ну их можно было привлечь гораздо больше, конечно, если бы было больше времени у нас. Но они, по крайней мере, понимают, что это такое, могут рассказать про передачу. Принцип, как это все сделано, как это все работает. Да, конечно. Ну это же не первая модель, это естественно. Да, сборки все, каждый из них может осуществить любую сборку. Они презентовали. Егор, расскажи, как движется. Модель управляется датчиком наклона. Там датчик стоит, да? Это датчик. Вот он, да. Вот он, сам датчик. А как он ездит-то? А там... А какой передаче? У нас зевчатка. С пользуется личная передача. Вот эта вот штучка, да? Да. Это специально. Расскажите, пожалуйста, а какого рода конкуренция, с какого вы столкнулись? Какие, насколько были серьезные проекты у ваших оппонентов? Кто может рассказать? Ну, конкуренция, да. Маленький. Маленький. Там уже были... А давай мы сюда... Иди сюда. Иди сюда, скажи, как тебя звать. Представься. Дать муку. Вперед, может, ксай, Танюш, и назад. Ну, рассказывай, да. Там была машина, которая даже могли подниматься в горы. Руки, даже вот электрические, которые ты нажимаешь, а они двигаются. Там еще были такие же медницы, которые делают электричество. Они работали на батарейках, и они давали свет. Были еще также такие машины, которые рыхли землю и садили там картошку и все остальные овощи. Как много было участников этого конкурса? Насколько была серьезная конкуренция? Сколько человек было? Сколько команд? Вообще всего было представлено свыше 110 проектов. Но различные категории, да? Как мы говорили, уже были дошкольники. Затем младшая школа, первые, четвертые классы. Затем средняя звена, это пятые, восьмые. И старшие ребята, это девятые, одиннадцатые классы. Ну, конечно, проекты девятых, одиннадцатых классов, какие-то там невероятные высокие технологии, ну, это прям настоящие роботы уже. Роботы, которые вполне способны решать задачи, которые им ставит человек. Вот. Ну, все это происходило на разных этажах, поэтому не в полной мере удалось все-все-все посмотреть. Ну, мы бегали туда-сюда за счет того, что у нас разные площадки были. Ну, вот у нас на дошколятах, я бы сказала, что, не помню цифру, свыше восьмидесяти участников было. Ну, вообще все дошкольники были представлены из города Южно-Сахалинск. Там уже разобрались, поняли, что направление перспективное, необходимое сейчас. И мало того, что это очень интересно, это на самом деле очень полезно. И голова работает у детей благодаря этому направлению совершенно иным образом. То есть ничто другое, например, никакой другой вид деятельности не может заставить человека работать двумя руками одновременно. Соответственно, и два полушария мозга развиваются. То есть здесь же помимо конструкторской деятельности, тут и воображение, и мышление, и логика, и концентрация. То, чего как раз не хватает школьникам на сегодняшний день. И поэтому одним из пунктов подготовки детей к школе является обязательное посещение робототехники. Потому что действительно это концентрация внимания, усидчивость. Вот, поэтому Южно-Сахалинске, видимо, понятно уже всем это. И действительно дошколят было очень много. Вот, единственное, да, мы приехали так издалека, с острова. Вот, что касается младшей школы, то там было еще больше проектов и, соответственно, еще больше участников. То есть, как я сказала, да, что проектов только было свыше 110. В каждой команде максимум 5 человек. То есть вы можете представить объем, да, то есть мне даже сложно сказать, вот сколько там было. Как это было сложно с судейской коллегией, так или иначе, да? Ну, судейские коллегии были различные, то есть на каждой площадке была своя коллегия. Единственное, что у нас все-таки в регионе это только-только начинается. Соревнования различного рода проводятся, это только вот в самом начале пути. И поэтому критерии оценки, они еще не совсем ясны. То есть, ну, мы, допустим, по-честному делали ставку на ферму. Мы были уверены, что, ну, прям разорвет наша рассада с системой полива, вот, весь этот конкурс. Но, однако, ферма получила только лишь специальный приз от компании «Эксом». Вот, и затем мы пошли, собственно, на следующую площадку к младшим школьникам. Третье место там разделили две команды, второе место разделили три команды. Ну, и ведущий говорит, ну, первое место досталось лишь одной команде. И такая еще долгая была пауза. И вот, мусоросжигательный завод, роботекс, аха, и Александр Игоревич, держась за голову, убежал за наградами. И ребята, ну, ребята, кстати, не сомневались. Они стояли, ждали только, когда их позовут там уже, да. Ну, на самом деле, действительно, поражает масштаб, поражает воображение и детское, и людей, которые с детьми работают и способны их направить в это русло. То есть, была и лесопереработка, вот, даже на дошкольников. Она, кстати, где-то там в тройке первой, не помню какое место. То есть, это был какой-то огромнейший проект, прям громадный. Да, то есть, там настоящая, да, линия лесопереработки. Ну, и там у них в презентации, конечно, и стихи, и песни были, и все, что только можно было. Но, будем говорить еще, да, здесь, помимо робототехники, это ведь нужно было еще представить проект. То есть, для детей, которые в таком возрасте еще, да, это до пятого класса. То есть, презентация проекта в микрофон, перед судьями, когда у тебя только лишь одна попытка, и все. Как ты сейчас расскажешь об этом, так вот тебе и начислят баллы, или же не начислят. Ребята, отлично справились с презентацией. По поводу конкуренции, еще можно сказать, что там был конструктор, немножко другой, более продвинутый, можно сказать. И очень приятно, что наш, в общем-то, не самый сложный конструктор, он оказался лучше просто за счет самой идеи и презентации детей. И функциональности. Вот такие, вы скажите, вот такого рода конструкторы, они являются базовыми, да, для вот всех участников в целом, да, то есть для вот робототехники, я правильно понимаю? Ну, вообще, каждое соревнование имеет свой регламент, вот именно на вот этом форуме не было задачи на каком-то определенном конструкторе работать. То есть, главная задача была следовать темам необходимым. Там еще помимо интерактивной выставки проводились соревнования, да, вот, например, мы также победили в соревновании, которое называется «Кто быстрее?». Вот Ваня наш собрал две машинки на две команды, то есть он сам придумал их механизм. И когда прям перед заездом кто-то пробегал мимо нашего стола, рассыпалась машинка, Александр Игоревич стоит, ну, все, наша машинка рассыпалась. Ну, не знаю, как мы поедем. Я говорю, что вы стоите, быстрее собирайте. Он говорит, так Ваня пусть собирает, он лучше меня собирает. И Ваня быстренько обратно обернул эту машинку. Герой. И, ну, дело в том, что там не было задачи работать на каком-то конструкторе. А тот конструктор, о котором мы говорим, да, что он современнее, он на самом деле медленнее, ну, вот, в своих движениях. То есть, ну, необходимо было иметь эти знания, да, для того, чтобы понять, что нужно делать. Какой противник. Ну, и, собственно, на площадке, когда были заезды, ну, там, до доли секунды они вымеряли, ну, по два человека были заезды. И потом просто вышел Ваня с нашей машинкой, которая улетела в стену, и все так поникли прямо в эту секунду. Что-то такое. Что это было, да? То есть, так вообще можно было, вот, то есть, ну, не было какого-то определенного конструктора, на котором работать. Ну, мы не только за счет этого победили, а за счет того, что машинка, да, была собрана на очень быстрой зубчатой передаче, там, где используется самое большое колесо и самое маленькое. И за счет разницы диаметров вот это маленькое колесо, оно очень... Дамало очень большую скорость. Да, и к нему присоединялись колеса, которые очень быстро крутились из-за этого. То есть, геометрия, физика, да, кто это все дело продумал, да, хорошенько, да, тот и победил. Скажите, аж, в вашей студии Роботекс, что можно ожидать, какие, может быть, следующие соревнования, как вы собираетесь развиваться, что ждет ваших юных воспитанников? Вообще, над чем сейчас работаете, мечты какие ваши. Это мое, наверное, да, мое слово. Ну, во-первых, мы сейчас приобретаем новый конструктор. Вот, собственно, тот более современный, да, о котором мы говорим. То есть, ну, это все в плане, так скажем, было. То есть, мы начали с этого конструктора для того, чтобы дать базовые знания ребятам вот в области робототехники. И теперь они растут, и, соответственно, они должны расти в своих навыках. Поэтому с сентября у нас эти дети уже переходят на новый конструктор. Там уже программирование, да, иное. Конечно. Спасибо. Очень сложно. Вот. Конечно же, мы будем участвовать в соревнованиях. Ну, вот, собственно, все российские соревнования проводятся вот на том конструкторе, который у нас появится. Будем осуществлять подготовку. Ну, также сейчас вот на летний период мы впервые запускаем такой курс, который называется «Мультстудия». Мы будем учить ребят создавать свой собственный мультик. То есть, они поймут, как технологически это делается и так далее. А для более старших детей мы запускаем курсы компьютерной грамотности. То есть, сейчас в школах это необходимо, да, они делают проекты, защищают эти проекты. И для того, чтобы ребенок хорошо ориентировался и мог свою идею воплотить в жизнь относительно проекта, вот, собственно, этот курс поможет. То есть, ну, развитие ясно, осталось только сделать. Вот они, современные игрушки. Игрушки современных детей. Не может не радовать, что у нас в Ахе наряду с такими вечными навыками, необходимыми, как умение играть на музыкальных инструментах, рисование, вокал, танец. Есть возможность для молодых людей получать навыки, ну, просто в современном виде деятельности, да, в создании роботов, новое мышление. То есть, теперь-то вы начинаете понимать, наверное, приближаться, да, как устроен этот современный электронный мир, который вокруг нас, нас окружает. И, конечно, я надеюсь, что вы станете частью этого мира не только как пользователи, да, но и как активные его создатели, да, наверное, со временем. Вырастите, кто хочет там роботов создавать? Работу всю выбрать, да? Вот, молодцы. Ну, вот все, у нас есть уже будущие роботостроители. К диплому победителя прилагалось ли еще какой-то приз, подарок, с чем приехали, помимо вот самого диплома? Ну, ребятам-победителям подарили конструкторы Lego, как ни странно. Lego City, да. А за победу вот в конкурсе на самую быструю машинку были беспроводные наушники. То есть, ну, все, в общем-то, ближе к теме электроники и роботов. Так, ну что ж, Элина, Александр, большое спасибо, что пришли сегодня к нам в нашу студию и желаю успеха вам в вашей работе. Ну, молодые люди, творите, дерзайте, учитесь, программируйте. Мир современный, мир быстрый, мир созданный, создается сейчас у нас роботами. И будьте частью, активной частью этого современного мира. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Ну, а мы, дорогие друзья, продолжаем программу Охапка. Предлагаем вашему вниманию еще один мастер-класс. Теперь кулинарный от руководителя телекомпании Никиты Бибика. Ну что ж, в силу того, что нам для этой записи, этой рубрики кулинарной не удалось найти профессионального повара в Охе, вот они каким-то образом заняты, мои коллеги попросили меня сегодня для вас что-нибудь приготовить, но в силу того, что кулинария является моим хобби, я дома часто готовлю для родных, друзей, знакомых. Поэтому сегодня для вас кулинарную рубрику проведу я. Сегодня мы будем готовить пасту. Обычно у нас такое представление с итальянской кухней связано, ну, пицца, паста карбонара, паста баланьеза наиболее известная. То есть это такая еда достаточно тяжелая, калорийная. Но сегодня мы с вами приготовим пасту с шпинатом и помидорами черри. То есть она будет такая достаточно легкая, ну, не скажу, что диетическая, но, по крайней мере, не очень тяжелая. Ну, для приготовления пасты с помидорами черри и шпинатом, соответственно, нам, конечно, понадобится сама по себе паста. Помидоры черри мы купили, шпинат замороженный продается. Итак, для начала разогреваем на сковородке немного растительного масла. Теперь нам надо его ароматизировать. Придавливаем 3-4 зубчика чеснока плоскостью ножа и отправляем его на сковородку. Когда чеснок немного зарумянится, убираем его, но не выкидываем. Он нам еще пригодится. Кстати, жареный чеснок очень вкусный. Попробуйте. В это время закладываем в чуть подсоленную воду спагетти. Хорошие спагетти, кстати, выбрать нетрудно. В составе только мука высшего сорта и вода. Содержание белка должно быть выше 12 мг на 100 г продукта. Далее, пока наши спагетти варятся, в ароматизированное чесноком масло закладываем половинку нарезанной луковицы. Даем луку также немного подрумянится. Настал черед помидоров. Желательно брать небольшие, чтобы они не теряли форму при обжаривании. Режем их пополам и отправляем на сковородку. Когда помидоры чуть погрустнеют, добавим на сковородку немного прованских трав. Они придадут средиземноморский вкус и аромат блюду. Травам надо пару минут прогреться в масле, чтобы они раскрыли свой аромат. При желании, кстати, можно заменить прованские травы кунжутом. Тоже будет интересно. Когда помидоры и прованские травы хорошенько подружились и настал черед шпината. Режем кусочки свернутого шпината пополам. Кто хочет, можно еще мельче и отправляем в дружную компанию помидоров. Пусть помидоры и шпинат потушатся пару минут. Далее, опять же, по желанию можно, но не обязательно добавляем грамм 150 белого сухого вина. И даем ему несколько минут, чтобы выпариться. Тут подошло самое время для нашего жареного чеснока. Мелко его режем и отправляем на сковородку. В завершение солим и перчим. Кстати, стандартный молотый перец не очень ароматный. Возьмите перец горошком, укутайте его в бумажную салфетку и растолките любым подручным средством. Стандартные мельницы, кстати сказать, работают не очень хорошо. Разбитый, собственноручно, перец будет гораздо интереснее и ароматнее других вариантов. Ну вот, у нас практически все готово. Осталось сервировать. Спагетти пробуем выложить красиво и у нас это не очень хорошо получается. Укладываем рядом наш гарнир, сбрызгиваем блюдо чуть-чуть оливковым маслом и еще немножко черного перца сверху. Все, можно пробовать. Ну что ж, вот это наше блюдо, спагетти с гарниром из шпината и помидоров черри мы приготовили. Готовилось оно довольно-таки недолго, минут 25 все это месяц занимает. Ну, теперь пришло время попробовать, что же у нас получилось. Очень вкусно. Советую использовать этот рецепт. Готовьте дома. Ну и в завершении программы, как всегда, музыкальный подарок. Предлагаем вашему вниманию новый клип нашего земляка Сергея Колесова. Смотрим. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...